Здравствуйте! В эфире программа 4 сезона, я ее ведущий Игорь Коробов. Трудно себе представить, что мы в средней полосе России выращиваем самые настоящие тропические лианы. Более того, это растение есть практически на каждом огороде. Речь идет об огурцах. Их родина – жаркая и влажная Индия. Там в тропических джунглях до сих пор растут их далекие предки. Правда, дикие огурцы в пище использовать нельзя. Они очень горькие. Но там же появились и культурные виды огурцов. Так что огурец – один из самых древних овощей на Земле. Тропическое происхождение огурца отражается на особенностях его выращивания. Огурец очень любит влагу. Обильный полив для этого овоща необходим. Если влаги недостаточно, огурцы станут горькими и весь урожай будет испорчен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня мы впервые покажем вам святую святых нашей лаборатории. Здесь хранятся образцы почв со всей России. Почему мы привели вас сюда? Да потому что для огурцов почва – это самое главное. Когда мы говорим о почвах, мы часто используем термин «легкая» или «тяжелая». Речь идет, конечно, не о весе, а о ее составе. Легкие почвы – это те, которые содержат больше песка или глины. Вот, например, почва из Воронежской области. Конечно, странно, что это не черноземно. Это очень легкая почва и для огурцов очень хорошая. Почва для огурцов должна быть умеренно легкая. Она должна иметь хорошую структуру, хорошо впитывать влагу. И такая же почва подойдет для выращивания перцев, томатов, ну или картофеля. Однако у такой почвы есть недостатки. Например, она плохо впитывает влагу, поэтому вам придется часто поливать ваш участок. Кроме того, в такой почве не задерживаются никакие питательные и минеральные вещества. Поэтому нужно часто подкармливать эту почву. Вносите органические удобрения регулярно. Минеральные тоже придется вносить постоянно, правда, часто, но небольшими порциями. Чтобы минералы всегда содержались в почве и она не истощалась. У огурцов очень близко располагается корневая система. Поэтому они очень требовательны к плодородию почвы. Требуют плодородных, рыхлых почв, хорошо унавоженных, очень отзывчиво на внесение навоза. А также и отзывчиво на внесение минеральных удобрений. Особенно эффективно внесение навоза с минеральными удобрениями совместно. Когда, особенно если несбалансированное питание между азотом, фосфором и калием, то возможно накопление нитратов в огурцах. Это как бы нежелательный процесс. Поэтому прежде чем вносить удобрения, лучше сделать анализ почвы, узнать нуждаются ли данные культуры в дополнительном внесении удобрений. Необходимо, конечно, очень тщательно к этому вопросу подходить. И не злоупотреблять внесением особенно органических удобрений навоза. В случае, если на вашем участке тяжёлая почва, то к посадке огурцов её можно подготовить, облегчить. Добавьте немного песка в вашу почву и добейтесь того, чтобы она стала структурированной. Огурцы очень любят структурированную почву, в которой вещества всё-таки задерживаются, но не утяжеляют корневую систему растений. Кислотность почвы слабокислая. 6,5-6,8 по аж. Более кислые почвы вам придётся известковать. Огурцы предпочитают близкие к нейтральным почвам. Хорошо отзываются на известкование. На кислых почвах развивается хуже, медленнее растут. И всё-таки лучше почву, если кислая, лучше её произвисковать. Теперь о том, как готовить почву под посадку огурцов. Обязательно нужно заправить её хорошим навозом или перегноем. Внесите примерно 2 ведра на квадратный метр. Добавьте ещё древесную золу, примерно килограмм на квадратный метр. Какой бы хорошей ни была почва на вашем участке, без внесения перегноя и золы урожай вряд ли будет хорошим. Органические удобрения, навоз, они ещё являются источником углекислоты, которая очень необходима огурцам, так как это стелющаяся культура, приземистая, вот, очень отзывчивая. Мы можем увидеть переизбыток азота. Значит, у нас становится, огурцы, вот, сами плоды теряют форму, раздутые бывают, негладкая поверхность у них такая пупырчатая, могут быть либо очень зелёными, либо светлее обычного. Короткие плоды, утолщённые. Это всё говорит о том, что нитратный переизбыток. Ну и также можно сделать анализ на нитраты. Рост огурцов можно ускорить, а их урожай увеличить, если устроить грядку поверх свежего навоза. Тогда навоз будет гореть и согревать корни ваших растений. Не забудьте также о том, что огурцы любят солнечный свет. Кроме того, грядка должна находиться в тени не менее 4 часов в день. Хорошо сказывается на развитии огурцов и внесении минеральных удобрений. 2 кг нитрофоса и полкилограмма мочевины внесите на 10 квадратных метров посевов. Из калийных удобрений ни в коем случае не вносите хлористый калий, потому что хлор угнетает огурцы. Напоминаем вам, что вы можете присылать к нам в программу образцы почв с ваших участков. Мы расскажем вам, как улучшить их качество и какие овощи лучше выращивать. По ссылке можете присылать по адресу, который будет указан в конце программы. Огурцы выращивают рассадным и безрассадным методом. Производят примерно за месяц до высадки на участок. Семена предварительно следует замочить и прорастить. Это ускорит появление всходов. Непосредственно в открытый грунт рассаду огурцов высаживают, когда почва достаточно прогреется. То есть примерно в конце мая в средней полосе России. При безрассадном методе посадки проросшие набухшие семена высаживают в почву, когда температура в ее верхнем слое 13-15 градусов. Иначе семена погибнут. Высаживают семена на глубину около 2 сантиметров. Плотность 5-7 растений на 1 квадратный метр. Русское название огурец происходит от греческого «агурос», что означает «незрелый». Древних греков, видимо, удивляло, что огурцы употребляют в пищу незрелыми зелеными, в отличие, к примеру, от дыни. А как раз зрелые желтые плоды огурца в пищу непригодны. Именно начиная с Греции огурцы стали возделываться в Европе. Сейчас это, пожалуй, самое распространенное огородное растение. Огурцы выращивают на всех континентах, кроме Антарктиды, и во всех климатических зонах, где, в принципе, есть огородничество. Кстати, в культурах различных народов огурцам, кроме кулинарных, приписывают еще и лечебные свойства. Правда, всякий раз разные. Чтобы добиться раннего урожая, есть одна хитрость. Для посева используют смесь из сухих, пророщенных и подсушенных семян. При этом, если от заморозков пострадают первые всходы пророщенных семян, то сохранятся более поздние всходы с сухих. Если заморозков не будет, то лишние всходы можно просто проредить. Хорошо угадать посадку огурцов перед намечающимися длительными весенними дождями. Если они, конечно, намечаются. Сейчас, когда любой может узнать прогноз погоды в интернете, это вполне осуществимо. Во время посадки огурцов вместе с семенами хорошо вносить в почву органические удобрения или перегнивший навоз. Это обеспечит огурцы питательными веществами. Кроме того, разлагаясь, органические удобрения выделяют много тепла, что очень полезно для теплолюбивых огурцов. Огурцы часто выращивают в теплицах для того, чтобы добиться раннего урожая. В теплице легче обеспечить правильную структуру почвы и температурный режим. В ней дольше сохраняется влага. Под грунт часто закладывают навоз, который, разлагаясь, обогревает грязь. Еще несколько особенностей выращивания огурцов в теплицах. Сажают их только рассадой. Ее готовят заранее, растя в горшочках. И еще. Располагают огурцы в теплице вертикально, то есть на шпалерах. К этому способу мы вернемся позднее. Выбирая место для огурцов, стоит помнить, что они, как и многие другие растения, любят солнце. Но допустимо и полутень. А вот от ветра их надо защищать. Можно даже посадить по краям огуречных грядок кукурузу в один ряд, оставив открытой только южную сторону, чтобы не мешало солнцу. Лучшая температура для выращивания огурцов свыше 23 градусов. При температуре ниже 15 они полностью прекращают рост и могут вообще погибнуть. Заморозки для них губительны. Поэтому в первую половину лета, когда похолодание еще возможно, лучше выращивать огурцы под пленочным покрытием. Вторая специальность огурцов – красота. Уже в Древнем Египте знали о том, насколько свежий огурец полезен для кожи. Леопатра считала, что именно употреблению огурцов она обязана своей красотой. Она употребляла по специальному режиму огуречный рассол. И сейчас огурцы входят в состав многих как домашних, так и профессиональных масок и кремов для кожи. Они используются для отбеливания, омолаживания кожи, сводят веснушки и прыщи. А огуречный лосьон был одним из самых популярных косметических средств в СССР. Правда, отдельная категория покупателя называла его «выпивка с запахом закуски». Поливать огурцы следует теплой водой. От холодной воды они начинают медленнее расти и заболевают таким заболеванием, как серая гниль. Появление нижних подсохших листьев говорит нам о том, что мы чересчур увлеклись поливом, и почва слишком влажная. Поливать надо осторожно. Под корень растений воду не направлять. Почва при этом возле корня размывается, оголяя корни, что способствует заболеванию растений корневой гнилью. На огородных участках наиболее безопасный способ полива огурцов по неглубоким бороздкам, проделанным в междурядьях. Лучшее время для полива – вечер или утро, когда вода хорошо впитывается почвой и меньше испаряется. После полива почву желательно мульчировать. Это сохранит влагу и спасет землю от пересыхания. Мульчирует органическими веществами. Можно использовать даже подсохшую скошенную траву. Для своего развития она требует высокую влажность воздуха. Если томаты, там наоборот, они требуют низкую влажность воздуха, больше будет болезни. А огурцы, наоборот, требуют высокую влажность воздуха. Значит, огурцы поражаются грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Вот сейчас в руках я держу вирусное заболевание мозаика, возбудитель вирус. Как он проявляется? Значит, на листьях появляются вздутые, так и деформации листьев, и некротические желтые пятна. Значит, и на плодах бугорчатость. Вот это, значит, уже вирус. Он поражается с листьев, попадает на плоды, и теряется товарное качество плодов, и теряется урожайность. Передается вот этот вирус семенами. Иногда разносчик этого вируса является сосущей насекомой. Это такие, как тля. Тля, значит, питается на листьях, она попиталась, попала на больное растение. Из больного растения, когда она полетела, попадает на здоровое растение и заражает другое растение. Ну, меры борьбы с этой мозаикой – это, значит, устойчивые семена, обработка семян, там обработка тринатрием фосфатом, марганцово-кислым калием можно обрабатывать, вот, севооборот, соблюдение севооборота, вот, и соблюдение микроклиматом. Очень сильно проявляется вот эта мозаика при температуре, когда за 30-30 до 40 градусов. Вот в настоящее время как раз для этой болезни все условия. Значит, из грибных болезней огурцы поражаются мучнистой ростой. Возбудитель эрозифа граминоз, значит, это грибное заболевание, возбудитель, значит, почвенный гриб, эти кандидии, они могут с растительного остатка попадать в почву, и когда мы не соблюдаем все обороты, с почвы вот эти кандидии прорастают при благоприятных условиях, попадают на растение, и растение начинает заражаться. Вот, мучнистая роса, как она проявляется? Значит, на листьях появляется белый мучнистый налет, значит, охватывается всю листовую пластинку, и, значит, при условиях высоких начинается эта болезнь больше распространяться, и растение начинает, листья засыхать, и растение погибает. Снижается урожайность. Помимо этих болезней, перечисленных, я хотела бы обратить внимание любителей овощевода на корневую гниль. Корневая гниль, возбудитель гриб пузариум, это почвенный гриб, значит, там, помимо пузариума, питем, резактония, значит, эти вот грибы, они, когда начинается высокая влажность, они также попадают через корневую систему, корневые волоски с питательными веществами, попадают на растение через корневую, вот, корневую систему, и, значит, корневая система начинает размягчаться. Когда подходишь к растению, вот здесь я не нахожу, то растение увядает, как привядает, и когда начинаешь рассматривать более внимательно, выдергиваешь это растение, то, значит, корневая система коричневая, и уже растение начинает гибнуть. Но меры борьбы не одни и те же, почти с его ворот, с соблюдением микроклимата, нельзя поливать холодной водой. Здесь я наблюдаю на этой плантации вредители. Здесь есть паутинный клещ сосущий насекомый, он находится с нижней стороны листа, но его очень, это, увидеть очень не увидишь, потому что это мелкое насекомое. В своем развитии имеются самки, самцы, личинки. Лист становится сначала, видит, мраморный, а когда при сильном, сильно, когда уже много этого паутинного клеща, лист засыхает, и все это ведет к снижению урожая. Вот меры борьбы здесь какие? Значит, во-первых, нужно поливать. Поливать, потому что клещ очень любит сухую, жаркую погоду. Когда влажность воздуха высокая, то для клеща это губительно. Поэтому любители садоводов должны обратить серьезное внимание на выращивание овощей, а особенно этих огурцов. Когда заканчивается осенью, заканчивается, как я уже говорила, заканчивается конец вегетации, нужно обязательно, обязательно находятся или вредители, или болезни. Все это нужно собирать, сжигать, все растительные остатки собирать, и, значит, сжигать или закапывать. Иногда у высаженной рассады огурцов образуются только мужские цветки. Для стимулирования образования цветков с завязями следует прекратить полив огурцов на несколько дней, давая почве подсохнуть. Также следует после пятого-шестого листа прищипнуть верхушку растения. Это стимулирует ветвление, развитие побегов с женскими цветами и увеличивает урожайность. Огурцы можно выращивать, как и остальные огородные культуры, а можно на шпалере. При этом мы вспоминаем, что огурец по своей природе лиана, и ему свойственно виться и оплетать другие растения. В данном случае мы предложим ему замену, специально построенную шпалеру. Шпалера состоит из столбиков, связанных шнурами, на которые также можно натянуть крупную и чистую сетку. Сначала огурцы желательно укрепить на этой сетке, а потом растения начинают сами оплетать ее. Ограничений по высоте шпалеры нет. Главное, чтобы было удобно собирать урожай. Этот способ позволяет собрать значительно больший урожай с меньшей площади. Еще один плюс. Плети не загораживают свои корни, и потому их удобнее поливать и подкармливать. На шпалере они лучше освещаются солнцем, и при этом больше защищены от ветра. Вертикальное положение для огурцов более естественно от природы, поэтому на шпалере они меньше болеют и дольше плодоносят. Собирать огурцы нужно регулярно. Напомню, что название огурец возникло от того, что его едят недостигшим биологической зрелости. Поэтому, как только огурчик приобрел товарный вид, его нужно сорвать. В 2005 году в украинском городе Нежине при большом стечении народа был открыт памятник нежинскому огурцу. Композиция состоит из погребка, бочки и самого овоща. Екатерина II, которая очень любила традиционную русскую кухню, лично приказала обеспечивать императорский двор только нежинскими огурчиками. Приказ неукоснительно выполнялся до 1917 года. Кстати, нежинские огурцы солились по особому рецепту не внутри банки или бочки, а в крупной тыкве. В 2007 году на родине президента Белоруссии в городе Шклов также открыли памятник огурцу. Огурец на нем изображен в галстуке бабочки и корзинкой в руке. Шклов знаменит своими огурцами на всю Беларусь. В России целых два памятника огурцу. В подмосковных Луховцах и городе Истобинск. Оба эти места знамениты своими огурцами и рецептами солений. В Истобинске проходит праздник огурца. Он проходит в конце июля или начале августа. Празднуют День огурца и в Суздале. Плоды огурца подразделяются на несколько категорий. Пекули или поплята. Двух-трехдневные плоды для консервирования. Длиной от 3 до 5 сантиметров. Корнишоны. Четырех-пятидневные плоды тоже для консервирования. Длиной от 5 до 9 сантиметров. Зеленцы. Восьми-двенадцатидневные плоды тоже для консервирования. Длиной не более 11 сантиметров. Для употребления свежими. Не более 14 сантиметров у короткоплодных. И не более 25 сантиметров у средне- и длинноплодных. Для плодов огурцов в нашей стране даже существует специальный ГОСТ. Собирают огурцы каждый день или через день. Своевременная уборка увеличивает урожайность и стимулирует растения продолжать плодоносить. Так что собирать надо даже кривые и уродливые. Иначе на их месте не вырастут новые и хорошие. Если соблюдать эти правила, то собирать урожай можно до самых заморозков. Перерослые, побуревшие плоды огурцов семенники оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго – двое-трое суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре 35-40 градусов. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначают сорт огурца и год его выращивания. Сажать семена лучше не сразу, а через 2-3 года хранения. Существует одна примета в выборе семян, правда она звучит не слишком научно. Овощеводы уже заметили, что плоды огурца разделяются на два типа – мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга. На самом деле это условные названия. Зависть огурцов возникает только на женских цветах. Значит, все они женские. Тот огурец, который называют мужским, имеет трехгранную форму, а женский – четырехгранную. Причем прослеживается это у всех сортов. Из семян мужского огурца сильно преобладают мужские цветы – пустоцветы. Из семян женского преобладать будут женские цветы с завязью. Чтобы распознать форму плода, если это не видно сразу, надо взять семенник и разрезать его поперек. Если он треугольный, то это мужской, а если квадратный – женский. На семена следует оставлять четырехугольные женские огурцы. Еще, согласно примете, отбирать семена следует из передней части плода, тогда выросшие огурцы не будут горчить. Научного подтверждения эти приметы не получили. Самые мы их тоже не проверяли, но кто знает, может быть, у вас они принесут отличный результат. Ведь мы хотим, чтобы работа на приусадебном участке была полна творчества, экспериментов и открытий. Все четыре сезона. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»